Главную награду Каннского кинофестиваля «Золотую пальмовую ветвь» получил фильм «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Джун Хо. Российская премьера ленты состоится на Международном кинофестивале имени Андрея Тарковского «Зеркало». А ведь это, по сути, главное авторское кино 2019 года. Нам невероятно повезло. Но мы специально, конечно, не угадывали. Кухня фестиваля не очень интересная, но понятно, что когда ты читаешь, Каннский фестиваль объявляет программу. Ты смотришь, у кого из этих фильмов, может быть, есть российский дистрибьютор. Там какое-то количество таких фильмов есть. И какой тебе кажется наиболее интересным, с кем проще договориться. И так оказалось, что мы получили главного призера Канны. Ивановские зрители увидят его первыми в России. Собственно, это будет российская премьера фильма «Паразиты». В этом году фестиваль пройдет с 14 по 21 июня. Организаторы постарались учесть все недоработки прошлого фестиваля. Так, например, конкурсное кино будут показывать в большем по размеру зале кинотеатра «Лотзи». Кроме того, в этом году на фестиваль будут действовать три вида аккредитаций, которые отличаются дополнительными бонусами к праву на посещение фестивальных фильмов. Есть простая аккредитация, это просто посещение. Есть аккредитация плюс фирменная футболка. А есть аккредитация плюс фирменная футболка. И поездка в Юрьевец на открытие фестиваля, потому что это с прошлого года наше такое, наверное, самое важное новшество. Это то, что мы открываем себе большой концертной программой, абсолютно бесплатной. И делаем это в Юрьевце, в городе, где, собственно, вырос Андрей Тарковский. В прошлом году жители и гости Юрьевца смогли увидеть концерт Бутусова. В этом впервые на берегу Волги и под открытым небом прозвучат оркестровые версии легендарных песен группы «Кино». Это музыка Виктора Цоя, переписанная замечательным композитором Игорем Вдовиным для симфонического оркестра с сольным исполнением легендарного гитариста группы «Кино» Юрия Каспаряна. Это будет очень красиво. А потом на территории Юрьевецкого порта старого будет показан фильм «Брат Алексея Балабанова», которому исполнилось бы в этом году 60 лет. И представит этот показ, естественно, наш новый президент Сергей Владимирович Бодров. С 10 июня в кинотеатре «Лотс» начнет работу фестивальный центр, где можно будет как привести аккредитацию, так и получить ответы на все возникающие вопросы по поводу работы фестиваля. Любовь Почерникова, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.